Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что для начала надо бы более четко сформулировать вопрос, который вы задаете, ну, чтобы лучше понимать, что вы хотите, потому что вы пишете, что делать, да, вот, ну, как бы, пишете, что мне делать, я не знаю, что делать. Я думаю, что вы пытаетесь переложить на психологов сейчас ответственность за свою жизнь, за свое решение, что является в корне неверным, потому что субпсихологи не имеют права принимать решение за вас. Ну, мы могли бы помочь разобраться вам со своими чувствами, мы могли бы помочь вам определиться с вашими чувствами. Мы могли бы это все сделать, ну, к примеру, если бы вы позволили это нам, вот. И тогда уже вам было бы куда более понятнее, как себя вести. Понимаете, какая штука. Также по... Угу. Тут вот в первую очередь такой момент. Что касается ситуации в целом, то я бы сказал здесь следующее. То, что с вами происходит сейчас, например, то, что реально сейчас происходит. Это, в общем, естественно, при условии, при условии, что у вас нет как таковых, чувств к парню, то есть, ну, вас связывать, не сказать, чтобы прям много всего. Вот. То есть, нет, нет, по-видимому, такой сильной, может быть, привязки друг к другу, вот. С молодым человеком вашим. И, соответственно, ну, по-видимому, именно из-за этого у вас и пропали к нему чувства. Чуть-чуть не было у вас к нему изначально. Таких вот прям серьезных чувств, если мы говорим об этом. И, в общем-то, здесь мне представляется такой момент, что вы почему-то, почему-то, связываете одно и другое, то есть, например, расставание с человеком, своим любимым, например, своим мужчиной, с которым мы сейчас в отношении. А вы связываете с другом. То есть, мне кажется, здесь вы несколько размываете личные границы. У вас нет чего-то к вашему мужчине. И, вместо этого, да, наравне с этим, вы по-прежнему с ним находитесь. То есть, тут нужно последовательно разбираться с проблемой. То есть, сперва разобраться в отношении к молодым человеком, к которому вы сейчас находитесь. То есть, действительно ли у вас, к примеру, нет чувств к нему. Или, допустим, речь идет исключительно о том, что имел место быть какой-то, например, конфликт, между вами, допустим. Вот. И, как бы, именно поэтому у вас все-таки пропали. Если чувств нет, то, соответственно, очевидно, что можно и нужно думать о расставании. И просто говорить, что мои дети, мои дети к тебе ушли, прошли, и я вот не хочу с тобой быть. А в кого вы влюбились? Это особая разница не имеет никакой, на самом деле. Вот. Друг на вас не обратит внимания до тех пор, пока вы будете молодым человеком. Если это действительно настоящий друг, сам если он не позволит себе никакого проявления к вам. Пока вы будете. Вот. После того, как вы расстанетесь, да, ну тут уже, возможно, он не обратит внимание. Вот. Вопрос заключается в том, для чего вы хотите расстаться. Понимаете? То есть, если вы ждете от, ээм, друга, ээм, твоего молодого человека, что он будет с вами, то лучше, наверное, этого не делать. Потому что он может быть с вами, а может и не быть с вами. А вот чувств у вас к вашему текущему молодому человеку, да, нет. И это факт, очевидный факт на мозге, да. Вот. Поэтому ориентироваться мне представляется более конструктивно на реалистичность. То есть, на то, что реально. Вот. Ну а реально, то, что у вас нечего к вашему текущему молодому человеку. Вот. Это факт. Ну так. Не исключено, что, ну, я какое-то время, ээээ, ну, чтобы прошло какое-то время, после вашего расставания с мужчиной, чтобы вы там с силами собрались, чтобы вы в своих чувствах разобрались. Такой момент, по моему мнению, по крайней мере, а в том же, что касается того, что делать вам, здесь мне все тоже видится неприемлемость каких-либо советов, неприемлемость каких-либо каких-либо директив, вот, потому что это ваше жизнь. И наша задача помочь вам, вот, ну, помочь вам научиться, самостоятельно принимать решения какие-то. Вот. Вот, я думаю, что так можно ответить вам на вопрос, который вы задают. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам с вопросом. ну, если у вас остались вопросы, конечно же. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше, я вам желаю всего самого доброго, и удачи. Удачи вам, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Удачи вам. С-сборач – да.